Всех приветствую! Продолжаем рассматривать работы художников и скульпторов с описанием по книге Великий музей мира. Альберто Санчес. Материнство. 1920-1922 годы. Камень. Высота 82. Полное имя скульптора, художника-графика, сценографа, автора представленной работы Альберто Санчес Перес. Однако в истории искусства он нередко фигурирует как просто Альберто. Мастер известен не только в Испании, но и в России. В 1937 году, за год до отъезда в Советский Союз, у входа в павильон страны на Всемирной выставке в Париже, той самой, где впервые была показана Герника Пикассо, была установлена работа Санчеса. У испанского народа есть путь, ведущий к звезде, в которой главным выразительным средством являлась вертикаль. Она доминирует и в этой небольшой скульптуре. Ее авторское повторение высится у входа в центре искусств королевы Софии. В Россию Санчес был послан республиканским правительством как учитель рисования для испанских детей, которым стал заботливым другом. И в представленном извоянии, несмотря на обобщенность и отвлеченность его втекаемой формы, ощущается нежное отношение к ребенку, хрупкой маленькой веточке побегу, так жизнелюбиво возвышающимся на руке у матери. Твердый материал под рукой мастера оказывается пластичным, когда речь идет об образе, воплощающем сокровенные устремление к объятию, поддержке и надежде. Вот такое описание по книге «Великие музеи мира» к работе Альберта Санчеса «Материнство. 1022 год». Описание по книге «Великие музеи мира». Пока-пока, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok